Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Радио Болтком, Михаил Губин. Наталья Михайлова. Да, это неожиданно для вас, я понимаю, но Олег Пека сегодня не будет присутствовать здесь. Ну вот, а у нас вместо программы «Переплет» сегодня программа «Разворот». Дополнительная. Дополнительная. И в ней, конечно же, интересный год. Да, поводом, на что мы тут собрались, послужил то, что к нам в Ригу приехал Денис Ромодин. Это российский архитектурный кревет и, может быть, известный читателям журнала «Большой город» и афиша московских изданий, где он периодически появляется со статьями о архитектуре Москвы, о тайнах, о городских легендах, о различных московских зданиях. Очень интересно. И вот сегодня Денис у нас в студии находится. Здравствуйте. 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 Денис также является членом российского отделения организации «Докомомо». И мы, конечно, хотим сразу узнать, во-первых, что такое архитектурный кревет, а потом, что такое «Докомомо». Ну, архитектурный кревет – это, собственно, человек, который занимается именно историей архитектуры здания. И не только архитектурного облика, как историка архитектуры, поскольку я им тоже являюсь, но и наполнением этого сооружения, поскольку, естественно, здание – это не только его архитектура, а это еще и судьбы людей, которые над ним работали. И архитекторы, строители, инженеры. И периодически открываются совершенно интересные факты о тех людях, которые проектировали эти дома, о заказчиках, которые, опять же, заказывали эти проекты, о тех инвесторах, если говорить о каких-то моментах уже капиталистического строительства, дореволюционного или уже, брать, последние 20 лет. То есть иногда это тоже целая история, которая вот вокруг зданий разбивается. Остается так, что вы можете посмотреть на здание и уже много чего сказать о нем, да? Да, действительно, по зданию, как по книге, можно очень многое прочитать. Ну и о жильцах вы ведь тоже пишете, я читал, у вас были статьи про людей, про большевиков старых, про дома, в которых жил противной номенклатуры, где их арестовывали и прочее. Да, естественно, поскольку, опять же, наполнение зданий и жильцы, и организации, которые были, это тоже история этих сооружений. Вот эти жильцы, которые наполняют здание, они его сильно могут изменить в течение времени? Да, действительно, конечно, они могут изменить, поскольку, опять же, если это и какой-то, допустим, жилищный кооператив или жилищное товарищество, конечно, все это меняется, поскольку и сами жильцы вносят коррективы в свой дом, начиная от переделки и квартиры, каких-то иногда внешних изменений. Бывает, что они и не санкционированы, но, тем не менее, так или иначе, появляются какие-то моменты, которые меняют дом или, допустим, делают его символичным. Например, в Москве есть жилой дом начала XX века, построенный в стиле модерн, и там большая галерея, балкон сделан. И там в свое время поселился человек, художник, который сделал на балконе голубятни. Очень корректно, на самом деле, по отношению к зданию, но, тем не менее, дом, который, в общем-то, был, наверное, рядовым среди своих современников, стал достаточно такой сейчас яркой достопримечательностью, благодаря вот этой вот голубятни, которая там сделана. Сразу мне вспомнилась цитата «пропал Колобуховский дом». Правда. А вот скажите, в Москве же тоже есть правила запрещающие что-то строить, пристроить на посадках зданий, особенно в центре историческом? — Они действительно существуют, но дело в том, что город слишком велик, и вот того аппарата не хватает для того, чтобы ввести в это весь, конечно, этот надзор. И часто все, иногда происходят такие вот несанкционированные какие-то там переделки фасадов. Бывает, что, конечно, это замечают вовремя на тот период, когда все это еще воздвигается, но иногда это появляется достаточно неожиданно даже для меня, человек, который очень хорошо знает город и регулярно бывает на каких-то улицах, и вдруг я вижу, что что-то появилось. Конечно, граждане тоже, кстати, в этом деле сейчас очень участвуют и часто заявляют о таких нарушениях, и все это ликвидируется. — А вот эта тенденция в Москве, что разрушаются старинные дома буквально даже позапрошлого века, в самом центре Москвы она продолжается, начатая при предыдущем мэрии, когда просто дом сносили и строили что-то похожее. — Нет, сейчас эта тенденция практически прекратилась. Случаются иногда, конечно, разовые случаи. Довольно спорные, конечно, моменты. Но такой массовости, которая была раньше, нет. Во-первых, конечно, сейчас и уменьшились объемы строительства в центре города, и опять же власти ввели регламент на запрет возведения офисного жилья в центре города, поскольку, естественно, это был тот момент, который был упущен властями в 90-е годы, в начале 90-х, и центр города превратился в нежилое. Сейчас идет возвращение именно жилым функциям тем зданиям, которые располагаются в центре города. — Может, вы мне объясните, в чем был смысл, что снести крестьяницу Москва и построить точно такое же здание на этом месте? — Этот вопрос, который сейчас, собственно, новые власти задают, и не все из тех свидетелей этого времени тоже могут это объяснить, поскольку уже в самом даже конце возведения новодела люди, которые занимались этими проектами, стали говорить о нецелесообразности разбора предыдущей постройки и возведения новодела. И опять же новый инвестор, который сейчас пришел, и новый собственник сожалеет о том, что ему сейчас достался, он купил вот этот новодел, поскольку то здание обладало историей. С точки зрения инвестиций и размещения гостиницы, это здание было более ценным, опять же говоря о своей истории, нежели сейчас пустой новодел, который не обладает историей. — А внутри тоже повторяли интерьер? — Нет, внутри ничего не повторяли, это абсолютно новое здание. Большая часть зданий занимает первые этажи торговой галереи, торговый комплекс, верхняя часть — это конторские офисные помещения, и лишь небольшая часть, которая выходит на манежную площадь, тот знаменитый фасад, который изображен на этикетке водки «Столичная», который в свое время был нарисован художником из соседней гостиницы «Националь», только вот эта часть является сейчас гостиничной. — Я напомню, что у нас в гостях российский архитектурный краевед Денис Витальевич Рамодин. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939, 672-13-939. Вы еще обещали рассказать, что такое «Докамомо»? — «Докамомо» — это международная организация, была она создана в Испании, и организация европейская, она учреждена Европейским Союзом, и она занимается сохранением наследия 20-го века после Первой мировой войны, если говорить о Европе. Дело в том, что достаточно долгое время то наследие, которое было в Европе, это 20-30-е годы, ранний функционализм, опять же, в Латвии межвоенный так называемый стиль, и архитектура модернизма, она, в общем-то, не ценилась. Очень много этих объектов, достаточно интересных, они разрушались инвесторами, это, в общем-то, общевропейская была практика, и организация возникла как именно такой филиал, именно ЮНЕСКО, который бы занимался отдельно именно 20-м веком, поскольку вот эти объекты, которые были построены в 20-м столетии, они отличаются все-таки от нашей привычной исторической архитектуры, и к ним нужен совершенно иной подход, нежели к постройкам Средневековья, или хотя бы, если брать новое время, опять же, индивидуально в плане и реставрации, и сохранения каких-то отдельных частей, и организация, которая, в общем-то, за последние несколько лет набрала силу, во многих странах Европы, в том числе Латвии, появились свои отделения, и активисты, которые занимаются сейчас постановкой на охрану объектов наследия 20-го века, и пытаются тоже их спасти от разрушений и искажений. У нас есть звонок, принимаем, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день, во-первых, очень приятная новость, что этот гость приехал к нам в город, и сразу несколько вопросов. Первое, может быть, он какие-то лекции проведет, которые можно было посетить. Вопрос номер два, есть какое-либо здание в Риге, которое ему особенно нравится? И вопрос номер три, Пилус-Рундовский замок. У вас был недавно гость, директор Пилус-Рундовского замка. Вот будем вместе пообщаться и сделать какую-то передачу о зданиях, которые были построены на территории Латвии русскими царями, и сейчас, как бы, мне кажется, мало им уделяется внимания. Спасибо. Спасибо. С чего начнем? С лекции? С лекции, да, мы планируем это сделать и в рамках дома Москвы, который здесь находится в конце этого года, и я думаю, что это будет анонсировано, и мы хотим сделать тоже такие вот параллели, связанные с рижским модерном, поскольку он именно действительно сочетал в себе огромное количество направлений и того, что было в Российской империи и европейских течений. Поэтому я надеюсь, что такие лекции будут по типу тех московских форматов, которые мы делаем и в других странах. Что же касается любимых зданий, ну, наверное, архитектура модерна как такова. Вам нравится модерн, юген. Да, мне нравится. Что называется юген стилем. Да, что называется юген стилем, вот, и вполне мне очень нравится межвоенная архитектура Латвии. Тот вот короткий период, который образовался в 20-30-е годы, когда появились совершенно замечательные постройки Лаубы в Латвии. Я считаю, наверное, одно из таких вот тоже уникальных течений. А вот Михаилу Изенштейну вы как относитесь? Многие читают, включая его сына, что это вот торт, что это алиповатое такое, кондитерская архитектура. Да, действительно, она слишком, конечно, очень насыщена. Вот я любитель минимализма и такой рационалистской архитектуры. Вот мне нравятся постройки Лаубы. Вот они по своему духу, они минималистичны, но в то же время они очень изящны. И вот я считаю, что это замечательно совершенно был архитектор. Жалко, что его судьба во второй половине 20-го века сложилась уже не так удачно. Он нужно было эмигрировать из Латвии. Но, тем не менее, постройки первой половины 20-го века, они действительно авторские. И, конечно же, вопрос, как вам замок света, то есть здание, новое здание национальной библиотеки на том берегу? Мне кажется, идея, замысел, она отличная. И как контур мне нравился первоначальный замысел, который, собственно, был дан противоположной стороне реки. Наверное, не очень корректно то, что сейчас там появились высотные здания, поскольку для меня, человека, который Ригу знает почти с 4 десятилетия, всегда было ценно то, что противоположный берег, он был малоэтажным. И вот эта часть, это простор, это небосвод, который уходит куда-то за горизонт. И вот эта идея мне изначально в проекте нравилась, что это было такое возвышение, небольшая такая гора, которая появлялась на этом горизонте. Сейчас, конечно, она снивелировалась уже в той застройке, которая, к сожалению, стала появляться в последние 10 лет. То есть там две вот этих башни, здание Светбанка, вы имеете в виду? Да, мне кажется, что, конечно, это лишнее, поскольку вот действительно нарушается вот эта целостность вот этого простора, который уходит как бы в никуда, вот это огромный небосвод. Ну, а само здание, на самом библиотеке как? Я не был еще внутри. А никто не был еще там закрыт? Нет, ну как? Интересно, да, попасть внутрь в здание библиотеки, посмотреть с точки зрения именно вот рациональности сооружений, насколько оно удобно, в отличие от старой библиотеки, которая, конечно, помещалась уже в старых постройках. Внешне здание мне вполне нравится, и я думаю, что сейчас, конечно, оно очень неоднозначно воспринимается среди тоже моих знакомых и рижан, и латышей. Но я думаю, что время, оно, в общем-то, расставляет все на свои места, эти постройки, которые в различных городах воспринимались неоднозначно и порой негативно, впоследствии становятся ее символами. Я думаю, что, может быть, эта постройка станет символом Риги и достаточно ярко и узнаваемо. Но, по крайней мере, аналогов этого здания нету по своим такими архитектурным решениям. Денис Ромодин у нас в гостях, российский архитектурный краевед. А вот если вернуться в Москву, вы довольны, как она сегодня выглядит? В принципе, конечно, многое есть, что хотелось бы исправить, но надо отдать должное, что центр города последние, наверное, несколько лет становится более, и европейским, и, наверное, более человечным. Опять же, появление и новых пешеходных зон, появление открытых летних кафе и появление уличных музыкантов, которые стали приезжать из Европы, все это как-то стало менять город и делать его более приятным. Мне, на самом деле, вот сейчас достаточно ранняя была весна, и как бы вот эта уличная жизнь, она появилась раньше, нежели сезонная весна. И когда я иду вечером по улице, я чувствую, что мне стало комфортно, поскольку я вижу вот эти летние открытые кафе, я вижу это огромное количество музыкантов, публики абсолютно мирные, которые радуются, веселятся, при этом не агрессивные, огромное количество добрых лиц, что вот, допустим, еще лет пять тому назад не было. А вот, скажем, существует на самом деле такое понятие, как Лыжковская архитектура, или это же там журналистки? Я думаю, что это журналистский штамм, поскольку Лыжковскую архитектуру надо подразделять, наверное, на две составляющие, на раннюю и уже позднюю. Вот ранняя действительно была, наверное, чем-то особенным, поскольку это была такая вот второе пришествие купеческой архитектуры. Она по-своему, конечно, это тоже был торт, это было огромное количество архитектурных излишеств, но она была небольшая, это были небольшие постройки, не агрессивные здания, это были особняки банков, резиденции. И сейчас они, в принципе, приобрели уже такой благородный оттенок старины, вот. И даже вписались в ту вот купеческую архитектуру второй половины XIX века, которая была в Москве. А вот уже поздняя архитектура Лужковская, которую именно стали ругать журналисты, это уже вполне, в принципе, современные здания, вот такие, в общем, европейские, вот. Они уже агрессивны, да, это масштабные большие деловые комплексы. И с башенкой обязательно, вот обязательно в башенку влюбляют. Башенка вот уже, наверное, да, тоже вот этот элемент, который как раз стал нарицательным для Лужковской архитектуры, вот. Но для меня Лужковская архитектура, это все-таки, наверное, 90-е годы, это вот эта вот такая милая, наивная вот архитектура, ранняя такая капиталистическая, которая появилась в Москве. А в Москве вообще нужно обязательно все согласовывать? Вот то, что, допустим, висит на зданиях, там изображено, допустим, большой баннер, можно повесить без разрешения? Есть такое? Ну, это вешается, конечно, но на самом деле до поры до времени, пока это не заметит комиссия. У нас сейчас, вот, собственно, мы столкнулись с такой проблемой, мы обнаружили случайно. На старом здании в центре города начала облизать советская покраска и обнаружила, что там была торговая лавочка, а над ней вот стала выявляться вывеска дореволюционная. И вот мы сейчас создали инициативную группу по ее восстановлению. Но поскольку это вывеска, в любом случае, она будет восстановлена, ее надо согласовывать. Все-таки надо, да? Опять же, то, что мы сейчас восстановили, мы на одной из московских старинных улиц, на Покровке, инициативная группа москвичей с проекта «Москва, которой нет», восстановила замечательную совершенно вывеску булочной на керамическом покрытии, историческую. И тоже вот столкнулись с тем, что такие вывески тоже надо согласовывать. Я почему спрашиваю? Потому что в интернете, ну, мы видим там много информации разной, которые не знаешь, как верить или не верить. Допустим, там на доме книги, по-моему, да, вывесили баннер против там что-то Макаревича, еще кого-то, да, вот против тех, кто, значит, выступил. А, и около дома на Али, практически, что-то вывешивают. Это есть такое или это что-то, какие-то такие интернет-штучки? Да, ну, такое есть, конечно, вывешивают. Но это явно не согласованность. Это, конечно, это не согласовано. Это не фотошоп, это, на самом деле, вывешивают. Да, это вывешивают, это не согласовано. На самом деле, как и остекление балконов и лоджии, это болезненная тема для Москвы, поскольку те масштабы, которые вот появились в городе, начиная с начала 90-х годов, пошли в неконтролируемое русло, и в начале 90-х годов город потерял контроль над вот этим течением. Пытаются как-то сейчас это все влить в русло законности, но это слишком огромная работа, чтобы сделать эту проблему. Сейчас только-только стали заниматься вывесками, которые, к сожалению, уродовали фасады старых зданий и пытаются сейчас эту проблему решить. Уже сделаны пилотные проекты, появились улицы, и постепенно все расчищается от этого обилия неконтролируемых вывесок, которые не вписываются на фасады архитектурных памятников. Нам сейчас нужно прерваться на новости и рекламу. Российский архитектурный краевед Денис Рамодин у нас в гостях. Звоните нам, пожалуйста, через несколько минут. 672-12-939 и 672-13-939. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии сегодня Денис Рамодин, российский архитектурный краевед. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939 и 672-13-939. Вот вы как специалист по советской архитектуре, у вас есть свой сайт, свой проект, соф.арх. Точка.ру. Да, точка.ру. Естественно, советская архитектура, она же, как я понимаю, на мой взгляд, имеет ценность даже эстетически все-таки на более ранних периодах. На мой взгляд, архитектура советско-брешнинского периода, коробки и коробками. Но вот то и дело, что действительно в таком общем понимании, наверное, всех граждан бывшего СССР, советская архитектура заканчивается, наверное, на Сталинском периодах. Даже авангард, он не так положительно воспринимается рядовыми согражданами, как именно Сталинская архитектура, поскольку люди привыкли видеть именно архитектуру, то, что мы вкладываем в классическое понятие, это какие-то архитектурные детали и так далее. А на самом деле, кроме, да, Сталинской архитектуры, кроме авангарда или одного из его таких самых популярных обравлений конструктивизма, была интересна архитектура 60-х и 70-х годов. И, к сожалению, она слишком уж сильно, наверное, деградировалась, ну, благодаря вот типовому строительству. Ну, а что, Макар, вот скажешь, что новая Арбата в Москве, ну, это же, извините, вставная челюсть, это же ужас. Сейчас я смотрел, вот недавно был там, ну, думаю, мне кажется, это все сносить надо уже. Но, тем не менее, среди Нового Арбата есть тот же самый кинотеатр «Октябрь» с потрясающими мозаичными фонами, там, фойе, вот, здание построено из интересных совершенно мраморных плит с большим остеклением. То есть, среди вот этой типовой панельной архитектуры есть и совершенно замечательные жемчужины вот индивидуальных проектов, поскольку, конечно, архитектуры в тот период, период массовой индустриализации во всех республиках СССР были загнаны именно вот в русло создания типового жилья. Но, тем не менее, появлялись здания, построенные по индивидуальным проектам. А вот, Эреги, вы можете сказать, какой-нибудь образец зданий именно советской архитектуры? Ну, вот мы знаем Академию наук за вокзалом, там завод, дом культуры завода ВФ, а что более поздние периоды? Ну, вот, если брать из таких окрестных регионов, например, потрясающее, я считаю, здание – это вот железнодорожные станции в Дуболтах, которые спроектированы Игорем Евейным. Одна из, наверное, узнаваемых построек, и это уже поздняя советская архитектура, но, тем не менее, я считаю, что это одна из самых таких знаковых построек и сооружений именно такой же поздней латвийской архитектуры второй половины 20 века. Она совершенно потрясающе стоит вот на своем месте и выделяется вот из всего того типового строительства, которое было… Только несколько неухоженно сейчас, мне кажется. Да, вот это, к сожалению, да. Одна из больших проблем, вот, собственно, Дакамома тоже этим занимается, именно тоже с хранением и привлечением внимания к таким постройкам. У нас есть звонок, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, а я бы еще хотел привести пример. Я, правда, не знаю, можно ли тут говорить об архитектуре, это все-таки инженерная постройка, но у нас Вантовый мост есть, например. Вантовый мост. Да, Вантовый мост тоже замечательная совершенно постройка. Я вчера вечером гулял по набережной, и вот совершенно потрясающий тоже эффект создается, когда вот все эти конструкции на фоне небосклона, видны и особенно закатного неба, очень изящная, легкая действительно конструкция. Ну, наверное, тоже вот если тему инженерных сооружений продолжить, я считаю, что и телебашня является одним из таких тоже интересных строений. Она необычна сама по себе, поскольку в тот период по всему Советскому Союзу возвратились достаточно однотипные сооружения. Это такая пика, которая прорезала вот какое-то цилиндрическое сооружение достаточно. Все они одинаковые. А именно Рижская башня из всех советских телебашен, наверное, одна из самых интереснейших и узнаваемая. Скажите, а вот в Москве планируются какие-то новые, скажем, глобальные, пахальные постройки в самой Москве? Да. Вот что на месте гостиницы «Россия»? На месте гостиницы «Россия» американскими архитекторами спроектирован, они выиграли конкурс, там будет спроектирован новый парк «Зарядье». Это будет огромный такой комплекс, ну, на примере, наверное, вот именно таких центральных городских парков. Поскольку Москва, ну, конечно, есть демитый парк Горького, но это все-таки не такой совсем уж центровой парк. Нужно пространство именно вот зеленое, где бы был какой-то водоем, где бы были какие-то аллеи, где бы были лужайки, где люди могли бы... То есть там домов не будет, да? Домов не будет. Там будет сделан парк и будет восстановлен кусочек китайгородской стены, который когда-то там существовал. А вокруг там расположены совершенно потрясающие, наверное, ожерелье вот средневековых церквушечек и палат, которые станут частью этого парка и музейного комплекса, который там будет создан. А вот какой период, вот раз в автор и создатель вот этого проекта, интернет-проекта «Советской архитектуре», какой период «Советской архитектуры» ваш самый любимый? Наверное, именно период авангарда, когда именно вот советская архитектура вышла действительно в авангард архитектуры. И все вот те решения архитектурные, которые были созданы советскими зодчищами ранней волны, они впоследствии легли в основу мировой архитектуры, архитектурных решений, которые появились уже в второй плане 20-21 века. К сожалению, вот мне еще нравится период модернизма советского, это 60-70-е годы, но здесь я откровенно должен сказать, что хотя многие эти постройки интересны, тем не менее, все это попытки уже копий, которые были созданы американскими, западноевропейскими архитекторами в 50-е годы прошлого столетия. А вы имеете в виду Мельникова, дом культуры Русакова, его дом, говоря об авангарде? Да, именно, как раз дом Русакова, дом культуры имени Русакова, это очень знаковая постройка, поскольку он впервые предложил использовать под трибунное пространство в качестве фойе. И это решение было воспринято европейскими архитекторами. В Женеве появилось очень знаковое сооружение в 50-е годы, 20-го столетия, Ледовый дворец, где это же решение было повторено и впоследствии повторялось и американскими, и европейскими архитекторами. Но именно с Мельникова началась вот эта вот идея. Я просто когда-то шел в Сокольниках, каждый день мимо него приезжал, очень необычное здание, конечно, да. Мельников действительно заложил именно вот идею не прятать какие-то вот функциональные вещи, не загромождать какой-то декорации, а вынести их наружу и сделать из них архитектурную изюминку. Это уже потом, после него, европейские архитекторы, американские стали использовать его идею. Поэтому это как раз вот самый ценный, наверное, период советской архитектуры, когда мы действительно были в авангарде, когда мы что-то изобрели новое и когда мы создали действительно вот какое-то свое направление. А вот к тому, что вот новые современные состройщики все-таки копируют сталинские высотки. Целых, по-моему, две уже повторили в Москве. Как вы к этому относитесь? Ну, вот, в принципе, конечно, это очень спорно с точки зрения современной архитектуры, но, тем не менее, вот из этих двух высоток, если вот брать мнение и горожан, или вот моих иностранных коллег, которые приезжают в Москву, почему-то так получилось, что вот одна высотка, она, в общем-то, стала такой нарицательной и как-то не вписалась в городской ландшафт. А вот второе высотное здание, которое называется Триумф Палас, оно, в общем-то, как-то оказалось на своем месте, и вот с остальными семью, с сталинскими высотками, образовала вот такой довольно интересный московский скайлайн вот с шпилевым завершением. И, в общем-то, сейчас уже не вызывает такого вот раздражения, как в первые годы своего появления. А есть вообще вот какие-то исследования, какой российский город вот самый интересный по своей архитектуре? По современной или вот, если брать историческую? Если брать историческую архитектуру, ну, наверное, среди крупных городов – это Санкт-Петербург, поскольку это действительно город-музей. Вот вы ходите, видите целостную историческую среду, где сохранилось огромное количество зданий и плотности исторической застройки на гектары, оно зашкаливает. Что же брать, если брать из малых городов, то, наверное, я считаю, что есть замечательные небольшие города, как Коломна, Елец, Градец – это вот города, которые вот небольшие, но обладают каким-то своим собственным духом, где вы погружаетесь в какую-то историческую атмосферу самих вот этих городков. А если современный, опять же? Если современный, я думаю, что, наверное, Нижний Новгород – город, которым зародилась уже современная архитектурная школа в 90-е годы прошлого столетия, и появилось достаточно много интересных новых построек. То есть в Новгороде своя современная архитектурная школа зародилась, да? Да, Нижний Новгород. А что нужно для того, чтобы она зародилась там в других городах, скажем? Я думаю, что… В Москве она, например, зародилась? В Москве, да, в Москве сейчас появилась целая плеяда зодчих, и многие из них уже тоже вышли на международный уровень, как архитектурное бюро «Спич», которое работает за рубежом, и Сергей Чобан, и его коллега, архитектур Кузнецов, они спроектировали сейчас и реализовали немало сооружений в Берлине, например. То есть в Москве тоже формируется сейчас эта школа. Я думаю, что, конечно, здесь все зависит от преподавателей и именно от архитектурного учебного заведения, которое… А вот в городе от кого зависит, чтобы там зародилась архитектурная школа? Там же, наверное, от мэра тоже что-то зависит? Я думаю, что, конечно, это зависит от властей, от той среды, которая создается властями. Причем это не только в России, это в любом другом городе. И я думаю, что еще, конечно, от какой-то активной общественности, которая тоже так или иначе высказывает свое мнение и занимается мониторингом того, что появляется. Поскольку, естественно, в нормальном демократическом государстве всегда есть какие-то конкурсы, общественные обсуждения. Все зависит, конечно, еще и от самих граждан, по поводу их активности, насколько они сами тоже могут влиять и высказывать свои мнения. У нас в гостях Денис Ромодин, российский архитектурный краевед. Звонок, пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как ты относишься к деревянной архитектуре города Риги? К сожалению, в центре города уже многое утрачено. Вот задвинья и, может быть, какие-то еще окраины. Вот надо ли это восстанавливать и сохранять? И еще второй вопрос. Как возможно сохранить здания Югенстиля, если они принадлежат частным лицам? Возможно ли привлечение европейских средств для сохранения этих зданий? Спасибо. Да, я понял вопрос. Деревянная архитектура очень болезненная, конечно, момент для Риги. Я хожу очень много по городу и вижу, конечно, все состояние построек. И ценность рижской архитектуры в том, что на какой-то период она сблизилась с петербургской столичной архитектурой конца 19-го, начала 20-го века. И это единственный город сейчас на территории бывшей Российской империи, который сохранил деревянную застройку времен именно как раз крупных городов Российской империи. Поскольку в Петербурге, в советском Ленинграде, все это было разобрано в времена блокады, все это было разобрано на нужды отопления. Москва лишилась этой застройки в массе своей. В ходе реконструкции, которая была проведена в 60-е, 70-е годы, утратила вот это вот. Конечно, остались отдельные деревянные дома, но нет ансамблевой архитектуры. Варшава во время войны, опять же, все это потеряла. И Рига – это уникальнейший город, я считаю, который сохранил именно вот эту деревянную архитектуру периода Российской империи конца 19-го века. И, конечно, очень жалко, что все это находится в таком ужасающем состоянии. У нас недавно отреставрировали здание на улице Зирного, так называемая Лошадиная почта. Может, вы видели? Очень красивое как раз здание деревянной архитектуры. Да, но, к сожалению, пока что это вот такие штучные объекты. А есть же целые улицы в Риге, которые сохранили вот прямо всю эту деревянную архитектуру. И здесь действительно требуется очень тщательная реставрация всех этих сооружений, поскольку многие, естественно, и прогнили. Там надо перебирать и бревна, и сруб, и заниматься реставрацией фасада. Причем это же не просто сняли облицовку деревянную и полностью заменили на новую деревянную. Или покрасили сверху. Это косметический ремонт, особо ничего не дает. Опять же, все эти здания невозможно просто полностью заменить на новые деревянные. То есть это будет новодел. Здесь именно важно сохранить какие-то отдельные... Стараться по максимуму сохранить части этих сооружений. Ну, противореча, с одной стороны, это все красиво, памятник. Только, с другой стороны, там же нет удобств, и жить там довольно сложно все-таки. Да, но, тем не менее, надо использовать, я считаю, что здесь надо обратиться к нашим скандинавским коллегам, к тем же самым финнам, которые тогда были тоже в составе Российской империи, где появилось огромное количество как раз вот этой вот имперской деревянной архитектуры. И они все это прекрасно и реставрируют, и приспосабливают под новые современные нужды. Второй вопрос там про югенстиль был тоже. Про югенстиль тоже, да, огромная проблема, поскольку все эти здания очень затратные. Я с этим столкнулся в Москве, когда разговаривал с инвесторами, не знаю о ситуации в Риге, насколько это сложно, но по вот этим постройкам это огромные доходные дома, и прежде всего это очень сложный декор. Это керамика, это гипсовые украшения, причем все это индивидуальные работы, то есть это нужно делать слепки с того, что есть. При этом, естественно, все эти гипсовые украшения за вот там сто лет никто не реставрировал. И они частично подверглись и эрозии, и разрушению, то есть надо еще восстанавливать переначальные формы, поскольку все вот эти маски, частично некоторые там черты лица, они утратили. Вот все это надо восстанавливать, поднимать архивы, естественно, кто-то этим должен заниматься. Это затратные опять мероприятия. Я думаю, что здесь тоже надо пойти по, наверное, европейскому опыту создание городских программ для инвесторов по различным льготам. То есть, допустим, я, будучи инвестором, имея доходный дом начала века с красивыми фасадами, вкладываю средства в реставрацию, но имею различные при этом льготы в плане и там аренды, и каких-то привилегий. Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Добрый день. Добрый день. Вот по поводу деревянной архитектуры есть хороший пример отношения к ней, это Калцемский квартальчик. Вот вы там на базарчиках бывали, там же дома все так, как будто только выстроены, сделаны. Да, ну это вот отреставрировали как раз тот самый участок, да, улицу Калцема и вот Калцемский. И, наверное, на европейские деньги. Еще раньше, да, несколько лет назад. Да, этот квартал там очень хорошо, кстати, отреставрировано, но вы знаете, еще, конечно, все зависит от жильцов дома. Я тоже, опять же, знаком тоже и с моими друзьями латышами, иногда просто даже видно, насколько сами жильцы прониклись в том дом, в котором они живут. Потому что все зависит еще от того, как вы сами тоже этот дом содержите. И все это, опять же, выливается на его внешний вид. Если жильцы следят за своим домом, то и, в принципе, дом выглядит прекрасно, да, и приятно на него смотреть. Да, но улицу Калцем еще повезло, потому что это дорога в аэропорт. То есть, туда-сюда возят. Ну, это лицо города, можно сказать. Конечно, да. Внимо едешь и смотришь. А вот у нас такая проблема из города, как заброшенное здание, причем достаточно старое, прошлого века. И вот хозяева где-то находятся за границей, им дела нет, власти города тоже ничего не могут делать. Насколько я знаю, в Москве нет таких проблем? В Москве таких проблем нет, да. Ну, во-первых, несколько была иная ситуация, поскольку многие из этих зданий также остались в собственности города. То есть, у нас не было этапа возвращения их первоначальным собственникам. Для национализации процесса не было, да? Реституции. Реституции не было, поскольку, естественно, национализация произошла в 1918 году и уже в 1991 году стек слишком большой срок для того, чтобы найти наследников. И это был бы слишком сложный процесс, поскольку, естественно, там образовалось огромное количество наследников, либо непрямые ветви. Поэтому вопрос о реституции в нашей стране не поднимался, за исключением только церковных построек. Ну, здесь вернули, вот видите, есть такие замечательные дома и стоят пустые, заброшенные. И проблема, я думаю, наверное, тоже стоит обратиться к европейскому опыту, к пражскому. Я столкнулся с этим в Прайге. У них, в принципе, была та же ситуация в 90-е годы. В конце концов, там городские власти ввели меры на содержание построек. То есть, если здание начинает действительно ветшать, начинает уже представлять собой угрозу для безопасности и прохожих, и приходить негодность, то там решается вопрос о его изъятии, о прекращении договора собственности и так далее. То есть, я думаю, что стоит тоже обратиться к примеру восточных соседей, где вот этот опыт тоже был пройден. Денис Рамодин у нас в гостях. Вот вы сказали, что город становится, Москва становится более дружелюбной, центр во всяком случае. Вот становится ли она более дружелюбной для детей, допустим, для велосипедистов? Для велосипедистов пытаются сейчас это сделать. И, честно говоря, велосипедистов сейчас появилось много, но, тем не менее, есть много проблем. И, опять же, конечно, это слишком большой трафик в городе, и не всегда комфортно ехать среди стоящих машин и пробок. Появились вновь велодорожки, и я думаю, что, наверное, сейчас самый главный этап, который был сделан, это появление именно велодорожек в парках, которые так нужны были, которые отсутствовали. И благодаря сейчас и политике реконструкции парка в городе появилось огромное количество сейчас мест для катания. Городская же среда пока что еще остается недружелюбной для велосипедистов, но я надеюсь, что это вопрос времени. А, по-моему, у вас есть городские велосипеды? Городские велосипеды, да, появились. Этот проект был запущен в прошлом году, и, несмотря на некоторый скепсис, он оказался очень успешным. Я вот пользуюсь иногда всей этой тоже программой, я вижу, что люди много разъезжают на красных, московских велосипедах. Вот, стоит это от 150 до 200 рублей, вот, при этом там гибкая сделана политика ценовая, и можно и оформить абонемент, при этом сделана очень удобная система современной оплаты тех велосипедов и их аренды. И огромное количество стоек сделано в центре города, где можно их взять и сдать. У нас довольно много одно время стояло, так сказать, ну, так называемых памятников советской власти, недостроенных домов, которые вот потом достраивали или там сносили уже в период такого бурного процесса строительства, так называемые тучные годы, когда у нас были. А потом, вот, как раз-таки наоборот, вот, те, кто начали строить в эти вот годы успешные, тоже не успели, там, тоже начался кризис, и тоже опять теперь это памятники кризису, да, ну, вот. Памятники жирных лет. Жирных лет, да. Есть в Москве тоже такие недострои, которые стоят там десятилетиями, я не знаю, и просто... Да, в Москве есть эти недострои. А в связи с чем они недостроены? Некоторые остались с советских времен, как правило, строили какие-то ведомства министерства, которые существуют до сих пор, либо их наследники, так, в общем-то, эти территории остались в их подчинении. Есть объекты, которые строились в 80-е годы, когда несколько, так, спустя рукава, делали какие-то исследования геологические. В Москве есть самый известный недостроенный объект советского периода, это Ховрицкая больница, близ платформы Ховрина. Ее начали строить в 80-е годы, в низинке, где протекает речка, и, в конце концов, там начались осложнения с фундаментом, когда здание практически было достроено. Вот так она и стоит сейчас недостроена. В конце концов, принимают сейчас решение, наверное, о ее демонтаже. Есть объекты, которые появлялись в 90-е годы, но там начинались сложные проблемы с их собственниками и там взаимоотношениями в районе станции метро Юго-Западной. Есть так называемый Кристалл, вот, или какой Синий Зуб называют, деловой центр, который до сих пор стоит недоделанный. Появились, конечно, объекты, недостроенные после вот уже последнего... Вот эта башня Федерации, достроили ее? Ее одну часть достроили, вторая вот пока заморожена. Вот, и, к сожалению, вот, видимо, не будет реализована та вот пика, которая должна быть посередине, которая должна стать как раз символом этого сооружения. И огромные деловые комплексы, вот эти высотные, они... Многие из них заморожены так же, как вот и... А вот хочу спросить вас напоследок, как специалиста по текстуре советской, вот, по-вашему, хорошо было бы, если был бы достроен дворец Советов? Украсило бы это город или это уж слишком монстроидально было? Оно слишком монстроидально, и это поняли еще в послевоенный период, когда уменьшили высоту здания, потому что то, что сейчас те картинки, которые ходят в интернете и которые часто попадают в издания, это проект довоенный. А не все знают, что в послевоенной его уменьшили в два раза, поскольку поняли, что оно убьет просто город. Вот, и вот, наверное, второй вариант был более уже приемлемый, он был бы соразмерен московским семиреализованным высоткам, вот, ну, наверное, к нему привыкли бы. Потому что высотки тоже негативно воспринимались, они современненько воспринимались, как монстры, которые появились в старой Москве. Сейчас же это неотъемлемая часть нашего города. Спасибо вам большое, сегодня время у нас истекло, российский архитектурный краевед Денис Рамодин был у нас в гостях, программу Вилия Михаила Губин. Наталья Михайлова. До свидания. До свидания.